Чао тутти. Немножко на тему того, что может сильно улучшить ваш скетчбук. И это может быть ваш альбом, ваша записная книжка, или вот те листы, которые вы делаете с графикой, с текстом. Без разницы, вы делаете записи. И что это может сильно поднять вверх по эффектности. Я, например, рабочий скетчбук архитектора. И там есть проектные истории, текстовые пояснения. А вот этой орнаментальной штукой я закрываю те места, которые мне не нужно, чтобы они оставались у меня. Неудачную идею зарисовал. Вот так смотрится одна страница скетчбука, а вот так вторая. И таким образом эффектность прибавляется прямо на порядке. И это довольно просто. Если научиться рисовать симпатичный орнамент, то этим орнаментом закрываешь все возможные места. И очень удобно. И орнамент обалденно соседствует с текстом, с графикой, с иллюстрированием вашей мысли. Просто супер. А если хочешь научиться такой графике, как у меня, то ссылка в шапке профиля. Там у меня платные курсы, там инфа. И новая порция моих суперполезных советов. Если те, кто как, которые поможут вам немножко или сдвинуться с места, или если вы уже давно сдвинулись с места, рвануть вперед сильнее, быстрее. Быстрее, выше, сильнее. Да. Это правильный подход. Как экономить время и силы в скетчинге и в быстром рисунке? Сейчас покажу, как. Это просто прям удобно. Речь пойдет про большие пятна. Вот если вы большими пятнами заполняете лист, то вы двигаетесь быстро в заполнении листа, и рисунок получаете быстро. Ну, это плюс-минус логично. Пятно на листе. Бам-бам-бам. Несколько больших пятен. И опс. Все работает. Моя тема – проектная графика. Ну, может быть, и вот такая, например. Возможно, она выглядит слишком интенсивно, но посмотрите. Это немножко такая утрированная версия. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Но между ними – сам рисунок. Штрихов не очень много. В здании люди чуть-чуть проработаны. Почему это работает симпатично? Я топлю за то, чтобы рисовать очень мало, но чтобы получалось плюс-минус эффектно и симпатично. Это моя тема – проектной графики. И вот такое вот сочетание чуть-чуть штриха и много пятен, больших интенсивных пятен, очень хорошо работает. А чтобы реально научиться моей графике, ссылка в шапке профиля. Мой платный курс. Далой аккуратность и почему это работает. Эдуард Кичигин, итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Что интересно, если вы рисуете неаккуратно, если вы рисуете неточно, если вы не делаете прямые линии, то это может хорошо работать. Посмотрите. Ну а сначала скажу, у меня обычно точная графика – это перьевые ручки, там настоящее перо, и это все такая выверенная точная история. Но есть ходы, да. И пример, например, посмотрится как стильный купол. На самом деле очень неаккуратная история, очень неаккуратные штрихи, все криво-косо. Но может быть за счет этого и смотрится хорошо. Такого рода неаккуратность позволяет обобщать, позволяет делать такую историю, которая складывается в голове у человека. Не у тебя на листе, а в голове у зрителей. Это интересно. Чтобы научиться рисовать такую графику, смотри, ссылка у меня в шапке профиля. Подписывайся на мой платный курс, там круто. Про экспрессию рисования, что можно сказать. Вот так, чтобы рисовать и бум, раз-два-три, раз-два-три, готово, раз-два-три, готово, раз-два-три, готово. И на такой, на эмоции. Как это работает, это интересно. Тут придется немножко отвалиться от идей аккуратности, от идей вырисовывания, от идей вот такой вот, всякой такой... Нет, не это. Совершенно по-другому. Например, вот такая история. Дико неаккуратная. Блин, мощная. Или вот это еще более показательно. Такую вазу не нарисовать, вырисовывая все аккуратически. Нет, невозможно. Только штрихами, линиями, пятнами, сильными. Это означает, что вам придется чуть-чуть освободить свою руку, освободить свой мозг, освободить свою руку. Свой разум и делать на работаемом ранее материале. И на интуиции, и на эмоциях, и на экспрессии. Вот сколько у вас есть. Поэтому больше эмоций и экспрессии в рисунке будут быстрее и эффектнее. А если хотите научиться рисовать мою графику, то ссылка в шапке профиля. Про пятна в рисунке и как они помогают делать рисунок эффектным. Эдуард Кичигин. Смотрите, это интересно. Это из разряда таких штук, которые быстро усиливают эффектность вашего рисунка. Это супер полезно. Это небольшой итальянский пейзаж. Я рисовал его в сепии, но тут черно-белый. И это полезно, потому что показывает пятна. Тын-тын, 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 тын-тын. Именно за счет пятен рисунок становится заметным эффектным издалека. В супер простой обобщенной форме это работает таким образом. Пятна. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну а вот посложнее вариант. Если взять эту историю с пятнами в свою постоянную практику и думать о том, каким образом в вашем рисунке вырисовываются такие пятна, то можно сильно нарастить эффектность вашего рисунка. И сделать это быстро и на текущем уровне развития без драматизма. Вот. Если прям интересны, крутые советы по графике и качественные штуки, которые позволяют учиться и делать результат, то ссылка в шапке профиля. Мой платный курс. Сочетайте множество рисунков на одном листе. Разные рисунки, множество рисунков на одном листе. Почему это интересно и работает. Эдуард Кичугин. Посмотрите, сейчас все покажу. Если зарисовки микро, то берем и закрываем ими лист формата А3. И параллельно отрабатываем композицию. Примодействие между рисунками. Если бумага дорогая, экономим просто прям жутко. В этом случае графика такая переходит вот в такую. Это мой рабочий скетчбук. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Все работает. А учусь как раз вот на таких листочках. Если делать вот так, то лист становится сложным. Он становится интересным. На нем не одна идея, а множество идей. Не один рисунок, а множество эффектных зарисовок. И если они коррелируют между собой и сочетаются, хорошо работают, то рисунок выглядит намного интереснее. Используйте эту тему, она хорошая. А если хотите научиться рисовать, как у меня в графике, то ссылка в шапке профиля. Мой платный курс, там крутые темы. Я думаю, используйте скетчбук для того, чтобы ваши работы, они были в одном месте. Это интересно. Сейчас покажу, как мой проект мира скетчбук работает. Как это выглядит. Эдуард Кичигин, итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Один из моих текущих рабочих тыдык и всякие наброски. Рабочая ситуация. И украшательство текстом. Такие немножко варианты подумать над проектом. И прям заморочиться над проектом. Додумать, например, проект до какого-то логического финала. И его антураж или экстерьер. И интерьер. Я. Там еще много всякого. Какая мысль? Скетчбук это эффектно, удобно, красиво. И он всегда с вами. Может быть, если вы хотите. Их может быть несколько. Они могут быть тематические. И это круто. Но если хочешь научиться такой графике, то ссылка у меня в шапке профиля. Мой платный курс. Там я даю прям ценные штуки, которые могут двинуть. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Внизу, в описании к видео. Плейлисты. Вы берете плейлист, например, по ландшафтной архитектуре или по архитектурному скетчингу. И ставите, выбираете те видосы, которые вам больше подходят, больше интересны, больше по душе. И повторяете вместе со мной. Смотрите на экран. Ставите на паузу. Там у вас с собой скетчбук. Там пишущий инструмент. Там ручка первого линер. Ланнер. Карандаш. Там все вот эти вот истории. И берете, таким образом практикуете. И растите свой уровень. Вот мои видосы. Они, в общем, для того, чтобы такую технику скетчинга все могли использовать. Да. Это один вариант. А второй вариант у меня сервис Boosty. Он платный. Но там я даю другого уровня информацию. Пошаговые алгоритмы. Как складывается это изображение. Как оно работает. Как пройти историю с минимальными трудностями. То, что я даю на курсе. Ну, и как я веду студентов для того, чтобы произошел такой фокус. Там человек, который не может так, такую делать графику. Бамс. И он делает ее. Вот это такие веселые истории. В общем, вот. Меня зовут Эдуард Кичугин. Всем чеу-чеу. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok